В Донбассе наступило новогоднее перемирие. Договоренность о нем была принята на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 27 декабря. Ранее в регионе уже не раз объявляли режим тишины, но он всегда нарушался. Стороны конфликта обвиняли в этом друг друга. Сейчас на прямой связи со студией наш специальный корреспондент Юлия Шустрая. Юлия, приветствую. А соблюдается ли на этот раз режим тишины? Юлия, приветствую. За полчаса, час до того, как режим был введен, была провокация на границах с Донецкой Народной Республикой. Была попытка прорыва к позициям небольшими группами, 12-14 человек. Подробнее об этом происшествии пока не сообщается. Но есть данные о том, что пострадавшие только со стороны Украины, со стороны Донецкой Народной Республики успешно отразили вот это вот нападение. Что касается в общем соблюдения режима тишины, то, конечно, количество обстрелов по сравнению до и после изменилось. Сейчас практически не слышны никакие звуки обстрелов на линии соприкосновения. Но я напомню, что этот режим начал действовать в 0-0 часов сегодня и должен продлиться до конца новогодних и рождественских праздников. Такое решение было принято на совещании двусторонней контактной группы в Минске. И это решение было принято, можно сказать, в два приема. Поскольку изначально было предложение выдвинуто со стороны Народных Республик еще 19-го числа. Но тогда в силу действующего на Украине режима военного положения это предложение никто не принял. Далее Украина сама выступила с подобным же предложением. И вот два дня назад его приняли и утвердили. И теперь все надеются на соблюдение договоренностей с обеих сторон. Коллеги. Да, спасибо, Юлия. Шустрое о соблюдении новогоднего перемирия в Донбассе.